Еще одно место, в котором упоминается Дестины евреям 7 глава. Послание к мессиянским евреям 7 глава. И помимо Хисадет, царь Салима, вспоминаем, да? Это место обращает нас к истории, которую мы читали в 14-е бытия. Бога Всевышнего, тот, которым встретился Авраама и благословил его, возвращающийся после поражения царей, которому и Десятину отделил Авраам от всего, во-первых, по знаменованию имени царь правды, а потом и царь Салима, то есть царь мира. Без отца, без матери, без родословия, не имеющие ни начала, ни дней, ни конца жизни, уподобив Сыну Божию, пребывающим священником навсегда. Видите, как велик тот, который и Аврааму патриарху дал Десятину из лучших добыч своих, получающие священство из сынов Левиных, имеют заповедь брать по закону Десятину с народа, то есть со своих братьев, хотя сие произошли от чисел Авраама. Но и сие, не происходящее от рода, их получил Десятину от Авраама, благословил имеющего обетование. Бо всякого же прикословия меньше благословляется большим. И здесь Десятину берут человеки смертные, а там имеющие в себе свидетельство, что он живет. И так сказать, сам Леви, принимающий Десятину в лице Авраама, дал Десятину. Ибо он еще был в чреслах отца, когда Мелхиседек встретил его. И так, если бы совершенство достигалось посредством левицкого священства, ибо с ним сопряжен он закон народа, то какая бы еще нужда была восставать иному священнику по чину Мелхиседека, а не по чину Аарона именоваться? Потому что с переменой священства необходимо быть и перемене, и... Вопрос. Все это место говорит о перемене священства и перемене закона, или все это место посвящено вопросу Десятины? Вообще, эта книга посвящена тому, что священником нашего исповедания, первосвященником, стал кто? Ишов. Здесь идет речь, мягко говоря, не о Десятине. Ибо тот, о котором говорится сие, принадлежал к иному колену, из которого никто не приступал к жертвеннику. Боизвестно, что Господь наш воссиял из колена Иуды, о котором Моисей ничего не сказал, относительно чего? Священство. Угу. И это еще яснее видно из того, что подобию Мелхиседека восстанет священник иной, который таков не по закону заповедей плотских, но по силе жизни не перестающей. Ибо засвидетельственно ты, священник, ловик по чину Мелхиседека. Отменения же прежде бывших заповедей бывают по причине ее немощи и бесполезности. Ибо закон ничего не довел до совершенства, но вводится лучшая надежда посредством, к которым мы приближаемся к Богу. И как сие было, небо с клятвой. И дальше идет как бы текст. Понятно, что и это место Писания не имеет никакого отношения к тому, что вот эта Десятина вдруг каким-то образом перекочевала в это время. Понятно? Итак, все места, которые в общем-то выдвигаются в защиту того, что Десятина каким-то странным образом перекочевала в Новый Завет, на самом деле об этом не говорят. Потому что храм стоял. Приводить эти места Писания, где давалось что-то добровольно, не совсем корректно. Послание к мессианским евреям, 7 глава, вообще говорится о другом. Здесь обращение идет к людям, стоящим под законом, равно как и пророк Малахи обращается к отступникам, которые были под законом, но отступили давно от него. Как первый шаг возврата к Святому Израилеву. Понятно? Хорошо, еще раз. Это серьезная как бы мысль для того, чтобы вы поняли, о чем идет речь. Был принцип, где Бог брал на себя ответственность за обеспечение служителей. Был? Нормально. И мы видели, что это достаточно длинный и большой перечень. Лишь одна из его частей состояла в обеспечении левитов. Выражены 10%. Когда мы читали числа 18 главу, то мы видели, что Бог учреждает институт священства и вступает с ним в завет соли. Он называет этот завет вечным заветом. Это понятно? Это понятно. Теперь наступает время бритха дыша, когда все становятся царством и исполняется то, что Бог желал исполнить еще возле горы Синай. В 19 главе, в 6 стихе книги «Исход». Вспомнили, да? Вспомнили? Мы цитировали эти места. И здесь, в этом царстве, нет разделения на народ левитов и священников. С приходом бритха дыша отсутствует разделение на народ левитов и священников. Есть служители, священники Нового Завета, но одни призваны на полное служение, а другие, которые призваны служить Всевышнему и священодействовать, которым служат те служители, возрастая или взращивая их, которых они наставляют, как они должны священодействовать. И на тех, кто наставляется на наставляемых, возложена ответственность за содержание тех, кто их наставляет. Это мы сейчас будем разбирать местописание, которое написано в Галатах 6 главе, с 6 по 10 стих. Сейчас мы вернемся. Все нормально. Вы правильно помните, все хорошо, правильно цитируйте, никаких проблем. Мы сейчас будем разбирать это местописание. Итак, мы видим, что сам Ешо дает своим ученикам повеление. Даром получили, даром отдавайте. Трудящийся достоин награды своей. Об этом же говорит апостол Шауль, вспоминая закон, но не вспоминая этого обеспечения, говорит о том, что по человеческому разумению? Нет, не только. Но и закон говорит, не заграждай рта у вола молотящегося и трудящийся достоин награды своей. И это говорится о служителях уже Нового Завета. И это обеспечение никак не перекликается и не пересекается с тем обеспечением, которое существовало. Дальше мы видим, что послание, большая часть послания Евангелия написана во время, когда храм еще что делал? И мы не видим, чтобы кто-то говорил о том, что вы не должны теперь обеспечивать храмовых служителей, а это обеспечение Бог каким-то чудным образом отобрал у них и отдал служителям Нового Завета. Не видим мы этого в Писании? Нет. Но мы видим в Писании, что евреи продолжали ходить в храм, принесить положенные жертвы, то есть содержать. Да? Они были ревнительными закона, значит, десятину они платили? Платили. Но мы видим также, что они с успехом содержали служителей Нового Завета. Или мы не видим, что они содержали служителей Нового Завета? Служителей Нового Завета они также содержали. Они не отказались от той ответственности, но взяли на себя большую ответственность. И никаких проблем у них, в общем-то, не возникало. Они не отказывались от этой достаточно большой ответственности, но брали на себя ответственность за содержание новозаветных служителей. Не отбирая у этих что-то, отдавая этим. Понятно здесь? И те места Писания, в общем-то, на которых основываются защитники того, что эта маленькая часть перекочевала сюда, они не совсем состоятельны. Теперь понятно стало? Я еще раз могу объяснить. С вами 8. Ок. С вами 8. Отлично. Есть понятие закона. Есть понятие ответственности. Два, в общем-то, очень интересных понятия в жизни людей. Вот это был закон, который описывал ответственность. Понятно, да? Это закон, который описывал определенную ответственность. Мы говорим, что наступило время любви. Ответственность, которая наступает в жизни любого человека, который любит другого человека и берет свои обязательства по отношению к нему, она уменьшается или увеличивается? Увеличивается. Но почему-то сторонники десятины уменьшают или увеличивают ответственность? Уменьшают. Уменьшают. Непонятно, каким странным образом вырывая что-то из достаточно большого обеспечения и перемещая в то время, когда происходили абсолютно другие события. Понятно, да? Теперь встал и все на местах. Галатам. Шестая глава. Шестого по десято стих. Галатам шестая глава, шестого по десято стих. Наставляемый словом, делись всяким, добрым с наставляющим. Не обманывайтесь, Бог поругаем, не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Теперь мы пришли к легкому закону сеяния и жатвы. Давайте посмотрим. Что мы куда сеем и что мы будем жать. Мы говорили когда-то, что деньги, они являются выражением наших чувств. Это нечто духовное или нет? Духовное. А это нечто физическое. Но физическое выражает на самом деле духовное. Теперь читаем. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плод свою от плоди пожнет что? Сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Делай добро, да не униваем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим. Еще раз, наставляемый делись с логом, всяким добром с наставляющим. Не обманывайтесь, Бог по ругам не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Наставляющий делись всяким добром с наставляющим. Это является посевом в плоть или посевом в дух. Если мы ожидаем пожать, то мы пожнем что? Тогда куда нам лучше сеять? В дух. Его рожает свою признательность, чувства. Но если мы жнем для того, чтобы пожать материальное, то мы пожнем что? А сеющий в дух, от духа пожнет что? Жизнь вечную. Значит, финансовый посев в дух приносит плод. Как ни странно, а не деньги. Но некоторые утверждают, что делая так, мы пожнем еще больше денег. Не совсем получается? Другая история. Итак, наставляющим делись словом всяким добром с наставляющим. Не обманывайтесь, Бог по ругам не бывает. Теперь еще одно выражение, которое нас будет сейчас интересовать. Относительно Бог по ругам не бывает. Есть Бог, есть, оказывается, тот, кто может ругать. Бог по ругам не бывает. Ну, значит, кто-то мог бы ругать, но тот, кто мог ругать, он не будет ругать, потому что Бог по ругам не бывает. Есть кто-то, кто может что-то говорить. Но тот, кто может говорить, говорить этого, что? Не будет. И Шауль говорит, не обманывайтесь. То есть, тот, кто дает, может обманываться на самом деле в чем-то. И Шауль говорит, не надо так делать, потому что вот этого не произойдет. Понятно, нет? Он говорит тем людям, которые, в общем-то, дают, даятелям. Я правильно понимаю? Наставляемый, это тот, кто дает. И он говорит, не обманывайтесь. Кому он говорит? Тем, кто может давать. Тем, кто сеет. И он говорит тем, кто сеет, что есть возможность посеять в два разных места. Одно место называется плоть, и, собственно говоря, с нее уже и пожать. Есть второе место, которое называется дух, и с нее тоже можно пожать. И вот тем людям, которые сеют, они могут, оказывается, обманываться. И вот он им говорит, не обманывайтесь. Вот этого не произойдет. Бог поругаем не бывает. Бог поругаем не бывает. Кто может ругать Бога, по идее, о ком идет речь? И кто его ругать не будет? Кто ему не нравится? На самом деле речь идет о служителях. И апостол Шауль говорит, не обманывайтесь, у служителей не будет повода жаловаться Богу. Дадите вы им деньги или нет? Многие люди думают о том, что если они не дадут денег на служение, то служение не сможет развиваться. Многие люди думают, что от них зависит служителя. И апостол Шауль говорит, не надо обманываться, служителя зависят от... Бога, да. И Бог о них побеспокоится, через вас, родные, или не через вас. Но у них не будет возможности ругаться Богу, что Он их не... И он говорит, послушайте, здесь вопрос вашего обмана, о неверности Божией. Потому что Бог, Он обеспечит их все равно. Он взял на себя ответственность за обеспечение своих служителей. И они ругаться Ему не будут. Почему? Да потому что Он их обеспечит. Но вы в этом процессе можете принять свое участие и посеять в дух, и пожать жизнь вечную. А можете собирать в себе, сеять в свою плоть, и от нее же и пожнете. Но при том, чтобы вы выбрали это или это, эти люди не зависят от вас, они зависят от Бога. И верность Его обеспечит их. Аминь? Аминь. Тогда уже появились люди, которые думали, что здесь от меня все зависит. Помните, да? Карету почти не сможешь? Он говорит, смогу. А за день? Он говорит, смогу. А за три? Он говорит, без помощника не управится. А за неделю? Он говорит, постараться надо. Здесь от меня все зависит. Так вот, здесь не все от нас зависит. Не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает. Здесь все зависит не от нас. Здесь все зависит от Него. И здесь для нас вопрос, куда мы сеем? И где мы будем жать? Если не ослабеем? И так, он подводит итог, делаем, и так, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче, в первую очередь, своим поверим. Немного разобрались теперь с обеспечением служителей. Здесь все понятно. Скажите мне, пожалуйста, принцип сохранился? Он не был описан в размерах. Он не был расписан в размерах, где сказано, вот этому, вот столько здесь, вот так, здесь вот так, вот такое количество. Но сам принцип обеспечения, он сохранился. Бог по-прежнему печется о своих служителях, как написано в законе. А в Аллах ли печется Господь? Нет. О своих служителях. Итак, Бог печется о том, чтобы служители получили ту награду, которую они достойны. Те служителя, которые призваны на служение, не уже не по праву рождения, а по праву призвания, да? Они достойны награды своей. И Бог обеспечивает их. И у них не будет повода ругаться ему, что он их не обеспечил. Здесь все понятно? Отлично. Теперь вспоминаем о части второй десятины. Часть второй десятины, как часть того, что Бог заинтересован в том, чтобы наша семья, она была обеспечена. Чтобы мы имели возможность служить Богу, проводить время вместе. Бог заинтересован в том, чтобы мужчина заботился о своей жене и о своих детях. Да? Чтобы родители заботились о своих детях. И дети, когда вырастут, заботились о своих родителях. и вот такой добрый человек, который сказал, религиозное вероисповедание, требования которого падают ниже признанных всеми в мире, жалкий обман. То есть, религиозное исповедание, наша вера, требования, которые ниже, чем у всех людей, это жалкий обман. Жалкий обман. И мы видим достаточно высокие требования в Синальском законе. В Новом Завете сказано очень точно, очень коротко и очень емко. Первое послание к Тимофею, пятая глава, восьмой стих. Первое Тимофея, пятая глава, восьмой стих. Если же кто о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже ближний, кто наши ближние, понятна история? О ком мы должны являть свою заботу? Кто наши ближние? История прочитателей Луки 10 глава с 25 по 37 стих. Луки 10 глава с 25 по 37 стих. Что мы наблюдаем в жизни церкви? Деяние 6 глава, первый стих. Деяние 6 1. В эти дни, когда умножились ученики, прожел унилинистов ропот на евреях за то, что вдовицы и их пренебрегаемые были ежедневно в раздаянии потребностей. То есть, что-то там произошло. Оказывается, церковь занималась ежедневным раздаянием чего? Потребности. Она заботилась о своих членах, о своих близких. И что-то там кто-то где-то не досмотрел. Да? И когда кто-то где-то что-то не досмотрел, это вызвало легкий ропот, но потом апостолы это отрегулировано. Да? Деяние 4 глава 34-35 Деяние 4 глава 34-35 Не было между ними никого нуждающегося, ибо все, которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданную и полагали к ногам апостолов. И каждому давалось в чем кто имел нужду. И так мы стали новым народом, новой семьей. И теперь мы имеем нужду, заботу о всех нуждающихся членах нашей семьи. Потому что Писание говорит Ефесянам 2 глава 13 стих. Ефесянам 2 глава 13 стих. А теперь во Христе Иисусе, а теперь в Ешоа Машехе, вы бывшие некогда далеко стали близкой кровью Ешоа. Мы все стали в общем-то родственниками. Поэтому мы должны заботиться о своей большой семье. Аминь. Аминь. Неимущие, если неимущие в Новом Завете. Есть ли неимущие в Новом Завете? Да, мы видим, что несмотря на то, что Первая Апостольская Церковь в общем-то достаточно много и сильно заботилась о неимущих, раздавала и не было там нуждающихся. Да, все как бы хорошо вроде. Но нам объясняет что-то. Писание Бритха Дыша о нашем отношении к неимущим. Первое послание Апостола Иоанна 3 глава 16-18 стих. Первое Иоанна 3 глава 16-18 стих. Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою, и мы должны полагать душу свои за братья. А кто имеет достаток в мире, но видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божья. Опять простое свидетельство для меня, пребывающего в достатке и видящего брата своего, опять-таки кого? Брата. Не просто человека, а брата своего в нужде. Вспоминаем, это испытание для кого? Для меня. Для меня. И мне же говорится, послушай, как пребывает в тебе любовь Божья. Проверь, она в тебе внутри есть? Тогда ты что? Затворяешь душу? Открываешь. Вспоминаем сердце. Все работает по-прежнему? Что за тяжелые вздохи тогда? Иаков, 2 глава с 14 по 16 стих. Иаков, 2 глава с 14 по 16 стих. Что пользы братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его? если брат или сестра наги и не имеет дневного пропитания, кстати, сестры здесь уже упомянутые, а кто-нибудь из вас скажет, идите с миром, грейтесь и питайтесь, но не даст им потребного для тела, что польза? Говорится ли здесь о заботе о неимущих братьях и сестрах? Сестры переживали, что про них не вспомнили? Вспомнили и про вас. Господь всегда помнит и знает. Аминь. Итак, понятно? Понятно? Ефесянам 4 глава 28 стих. Ефесянам 4 глава 28 стих. Кто крал предник роди, а лучше труди, сделай своими руками полезность, чтобы было из чего уделять кому? Ура! Воровать не надо, надо трудиться и уделять нуждающимся. Деяние 20 глава 35 стих. Деяние 20 глава 35 стих. Во всем показал я вам, как трудясь надобно поддерживать кого? Слабых. И памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он Сам сказал блажение давать, нежели 1 Тимофеем 6 глава 17 по 18 стих. 1 Тимофеем 6 глава 17 по 18 стих. Богатым в настоящем веке выучивать, чтобы они невысоко думали о себе и повали на Бога. Не на богатство неверное, а на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения, чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительны. Евреям 13 16 точно. Евреям 13 глава 16 стих. Не забывайте также благотворение и общительность, ибо таковые жертвы благоугодны Господу. Есть такая буква, да? Матвея 25 глава с 34 по 40 стих. Матвея 25 глава с 34 по 40 по почитайте на досуге. Где мы можем встретить Ешо? В темнице голодным, когда он жаждет, алчит, да? Он говорит некоторым людям, что есть сложности у них в жизни, если они не будут этим заниматься. У нас еще есть странники. 1 Петра 4 глава 9 стих. 1 Петра 4 глава 9 стих. Помним, что странники это пришельцы, а не ушельцы. Будьте странно любивы друг к другу без ропота. 1 Петра 4 глава 9 стих. Римлянам 12 глава 13 стих. Римлянам 12 глава 13 стих. В нуждах святых принимайте участие и ревнутие о стран на приемстве. Еще раз сироты и вдовы. Иакова 1 глава 27 стих. Иакова 1 глава 27 стих. Чистое и непорочное благочестие перед Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов скорбять и хранить себя неоскверненными от мира. Чистое и непорочное что? Благочестие. Как это можно? Согласен. Как нужно. Разобрались немного о принципах? Еще раз. Видим ли мы напрямую заботу о служителях? о ближних, о вдовах, сиротах, странниках, неимущих? Прямо ли нам это говорится? Или коственно? Прямо конкретно. Прямо конкретно. И здесь мы видим, что существовал точно такой же принцип обеспечения служителей, как и в Синайском законе во время Нового Завета. Точно так же Бог по-прежнему продолжает заботиться о ближних, вдовах, сиротах, странниках и неимущих. Как в Синайском законе. И это принцип, который не изменился. Но ответственность за эти категории людей стала меньше или больше? Как это ни странно. И мы можем простираться в своем даянии так далеко, насколько мы любим своего Господа. И мою любовь я могу померить величиной своего даяния. Глаза, руки и сердца. Что мы видим? Когда ребенок был маленький, ребенок, это у нас до, он выражал свою любовь, признательность, зависимость, благодарность, через что? Через даяние. Нравилось ли это Богу? Да. И в Новом Завете мы тоже видим, что доброохотно дающего любит Господь. Ничего не обманялось. Ребенок маленький, выражая свою любовь, признательность и благодарность, делая те дары, которые он считал правильными, выдвигал ли какие-то особые требования Господь? Нет. Ему нравилось это, потому что этот ребенок, он поступал хорошо. Это нормально. И нам нравится такое поведение. Но он стал отроком. Или юношей. Да? Он подрос и получил, который научает его ответственности. Который его научает ответственности, что нужно заботиться о служителях, нужно заботиться о неимущих, нужно заботиться о своих ближних. Это нужно делать. И это правильно. И это принцип, который Бог закладывает в свой закон, взращивая Израиль. И когда мы смотрим на закон, мы видим, что он нас научал к чему-то и подводил к чему-то. Взращивал он нас до того, чтобы мы пришли и стали достаточно взрослыми мужами, которые получают новый закон любви, закон свободы. А ответственность становится у взрослого человека, а кое меньше или больше. Поэтому не нужно нивелировать свою ответственность, сводить ее к какой-то части, которая была свойственна подросткам. Понятно, да? Потому что есть люди, которые даже сводят ее. Доброго надоющего любит Бог, что захотел то и дал. Ура! Будьте благодарны мне за это. Это уже вот сюда. Мы тогда не растем, а мягко говоря деградируем. Мы впадаем в младенчество, друзья мои. если мы возрастаем в любви, то наше даяние становится большим или меньшим. А если мы отсюда, то мы впадаем просто в детство, в младенчество. Когда я слышу о том, что докажите мне про десятину, я говорю отлично, о чем вы говорите, вам еще в ясли. Там вам надо научиться любить своих родителей, потом вам надо научиться некоторым принципам ответственности, а потом вы уже дорастете до Нового Завета. А пока еще рано, пока еще вам что-то доказывать рано. Вы просите вам дать курс школьной программы, но вы еще в яслях. Вы еще не понимаете, что надо свободно и легко выражать свою зависимость и благодарность Богу. И в этом прежде всего выражается наша вера. Если у вас нет элементарной веры для того, чтобы понимать, что ваша жизнь зависит от Бога, ну что я вам могу еще доказывать? Если у вас нет элементарной веры и благодарности, что ваша жизнь, что все, чем вы обладаете, зависит от Бога, что вам доказать? Вам надо покаяться. Вам начало, а потом уже о чем-то разговаривать с вами дальше. Но когда вы начинаете возрастать, вы начинаете знакомиться с законом, вы начинаете понимать ответственность, которую имеет человек за содержание служителей. И приходя в Новый Завет, вы понимаете, что вы возросли настолько, чтобы вступить в Новый Завет, Завет Любви, Закона Свободы и Царства. Царский закон, Закон Любви, Закон Свободы. Тогда ваша ответственность стала еще больше, чем она была у Израиля. И это радостно. Аллилуйя!